Мы с вами более-менее разобрались в прошлый раз с жизнью в Дагимбрии и приблизились уже к фанерозою, или явной жизни. Фанерозой состоит из палеозоя, зазория и палеозоя. То есть это время, на чем основано фундаментальное разделение геохронологической шкалы на этих покрупных кусках фанерозой и криптозой. Разделение на фанерозой и на чем основано? А на что, эукариотические клетки? Нет, эукариотические клетки действительно составляют некоторый, понятный, новый этап, глубеж, но это совсем другое. Появление вкариотов, как мы с вами убедились, связано как раз с кислородной революцией. А само разделение, вот как геологи с самого начала делили геохронологическую шкалу. Вот первое разделение, еще раз, на фанерозой и докембрии. Начало снова. Предшествие первого периода фанерозои, кембрии, называется докембрии. Вот на него приходится 7 восьмых времени существования планеты. Кто появляется в палеонтологической лепосе с этого момента? Скелеты появляются. Скелеты в шелевых смысле. Раковины, кости, панцири. Все это, то есть все следы живых существ, которые привычны для нас, они появляются, начиная с кембрии. А до этого были всякие микроорганизмы или, как теперь мы знаем, вот вся эта самая любопытная, из позднего до кембрии, венская фауна из крупноразмерных, но бесскелетных организмов, не имеющая прямых аналогов со временем, не оставивших подпись для себя подбор. Соответственно, геологи с самого начала узнали, что вот есть слои, которые они обозначили как кембрии, в которых внезапно, как пишут на интернетах, появляются самые разнообразные скелетные организмы. Причем появляются практически одновременно, практически все представители всех типов животного царства. В те времена, в XII веке, еще можно было говорить почти все, потому что еще не все было найдено. Но сейчас мы знаем, что в это время были найдены просто все типы животного царства. Ну, крупнейшие, фундаментальные типы. Вот в конце 90-х были, наконец, найдены хороны в Китае. Таким образом, появляются вот до этого ничего, 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 и вдруг с некоторого момента появляется привычная нам фауна почти вся. То есть вот прям какой-то акт риммичный. И Дарвин в свое время, когда анализировал эту проблему, вот чем Дарвин вообще хорош? Я вообще рекомендую почитать его происхождение и видов. Это вещь замечательная, в том числе и в литературном отношении, но в те времена, в XIX веке, они всех в нашей писали, но Дарвин сделал специальную главу в своей работе, где он честно и четко сформулировал вопросы, на которые его теория, вот притом главный знаний, который тогда имелся, на середину XIX века, на которые нашли продавателям о том, что, ребята, вот то-то, вот-то-то, мы объяснить не можем. Да, вот надо, 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 что-нибудь дальше придумается. Все так и оказалось, но вот проблема Кириллевского взрыва, она входила вот в этот самый список Дарвинских вопросов, которые, потому что, действительно, картинка получилась из нескольких скандалов, да, что в предшествующих слоях ничего нет, здесь вдруг появляется все, да, а никаких внятных предков всего этого самого дела, в предшествующих слоях вроде бы как не обнаруживается. Непонятные. Непонятные. Непонятные эти продолжались очень долго, в общем, фактически, фактически до, ну так, годов 70-х, 20-го века. Как мы помним, в конце 40-х была открыта декембрийская макроскопическая фауна, идиокарская, да, из этих крупноразмерных, странных, мягких существ. Но, вроде как, с этой преподавателем теории эволюции стороны есть несколько полегче, вроде как, так сказать, вот многоклеточные, действительно, начинают однонужно, царая задолго до кембрийской границы, но проблема-то в том, что идиокарская фауна, чем дальше, так сказать, ее изучают, тем больше становится понятно, что она, вообще-то, не принадлежит с номерозойской. То есть, вся эта история с этими странными, мягкими организмами, типа стёбанного одеяла, да, это была некоторая, попытка, действительно, создать микроскопический организм на совершенно, так сказать, другой какой-то основе. Может быть, даже есть всякие версии, что идиокарские организмы были немногооклеточные, а там синцитианы, многоядерные, да, как вот там некоторые водорослы, да, природа их остаётся совершенно непонятной, и единственное, что теперь считается, установлено достаточно твёрдо, что прямым разлом с привычными нам фаунирозойскими типами они не связаны. То есть, это был некий отдельный эксперимент, который оказался неудачным. Откуда же это всё берётся? Ну, поверить, действительно, некое, что вот взмахнули волшебной палочкой и внезапно появляются все существующие типы, это вообще очень трудно. Ну, так и бывает. Ни в какие следующие этапы такого-такого не бывало. Но, тем не менее, всё это требует объяснить, как, вот, как, как, что там, что в этом кембре и произошло такого, что вдруг появляются самые разнообразные, все нам привычные типы организмов, да, которые мы, наконец, можем фиксировать, потому что, да, потому что скелеты, вот мы видим, скелеты мы видим. Мягкие ткани. Мягкие ткани, ну, иногда, при некоторых обстоятельствах мы различить можем, но это, вообще, так сказать, проблема и, в общем, всегда, так сказать, несколько что могло произойти в природе в этот момент, что вдруг, да, ещё, да, ещё одна, ещё одна вводная. Вы знаете, да, что в состав скелетов у вас всегда у вас входит органическое составляющее, да, колонейные белки, которые всё построили, и минеральное составляющее, да, что различные кальции, там, кальций, фосфор, так сказать, много чего ещё из элементов, да, минеральный, вот, минеральный состав скелетов, он достаточно разный, в разных группах, да, и вот в момент кибрийского взрыва, что, опять же, чрезвычайно интересно, реализуются, опять-таки, практически все варианты составов минеральных скелетов, то есть кальцитные, фосфатные, кремниевые, кремниорганические, то есть все варианты скелетной ткани, да, которые в самом, которые характерны для разных групп, они тоже реализуются практически одновременно, то есть получается такая что-то вроде периодической системы компонентов для скелета. Всё реализуется сразу и на месте. Какие вообще, в принципе, на этом месте могут возникать гипотезы. Чё случилось в мире? Да. И животные, рыбы, наверное, вылезали из воды. Ну, какие рыбы ещё, какие рыбы ещё, никаких рыб ещё, никаких рыб ещё нету, да. Да рыб ещё, да рыб ещё довольно далеко, да. Что из глобальной изменения климата? Глобальные изменения климата. Ну, и какого рода изменения климата, на что они повлияли, что они вызвали? Может быть, вулканическое извержение, которое... Вулканическое извержение, которое что и что... Ну, которые представители группы просто... Ну, хорошо, ну, вулканическое извержение уничтожило одни группы, появились другие. А что в мире-то поменялось? Что в мире поменялось такого, что появляются в массе скелетные группы, группы, имеющие скелет, и самый разобратный состав. Источник кальция появился? Источник кальция появился. Ну, как военно-мученик, честно говоря, вы действия курсанта ведёте в верном направлении, но единственное, что кальций ни разу не лимитирующий элемент. Кальция всегда очень много. Кальций конкретно, кальций конкретно. Кальций конкретно. Никаким ограничивающим фактором не является. Ну, я ведь фосфор стал больше. Да. Фосфор. Фосфор. Так. Хорошо. То есть вы все дружно работаете в том направлении, что что-то изменилось в геохимии среды. Да? То есть химизм среды стал другим, и начали появляться скелеты. Да. Значит, мысль, которую у вас сейчас, кальций, у вас бродит по аудитории, была высказана, эту мысль биологи и геохимики высказывали на протяжении всей первой половины XX века, и пытались найти это и подтверждили. То есть фактически, речь идет о чём? Что вот скелет, ну, чай, представляете, который зарастает на лёгко изнутри. Да? Вот как раз теми самыми солями кальциями. Вот, грубо говоря, в организме тоже появляются, тоже где-то у нас выпадают соли, да? Там кальция, фосфор, так сказать, кальция, фосфор, так сказать, все-все прочее. Добро. Есть какие-то нерастворимые кристаллы, которые надо сбрасывать куда-то. А тут вдруг поменялся химизм среды, вот этой самой внутренней накипи в организме стало много, стала проблема, куда её выводить. Ну и самые умные додумались, что из неё можно ещё, так сказать, какие-то полезные вещи, допустим, как скелеты. В общем-то, звучало это довольно логично и убедительно. То есть, в общем-то, как депутат за это вполне годилось. И геохимики начали смотреть, о чём, собственно говоря, поменялось по химизму среды, в смысле солевого состава. Работали очень долго и, с сожалению, констатировали, что не работает. То есть, не удаётся найти никакого. Возможности полёной геохимии сейчас очень велики. То есть, не обнаруживается какого-то изменения химизма среды, которое могло объяснить, вот действительно, такое постоянное выпадение, вот постоянное выпадение вот этого самого малорастворимого массажа. То есть, гипотеза хороша, но, судя по всему, не работает. То есть, механизм не такой. Итак, а что тогда, а что тогда, что тогда может работать? То есть, с минеральной составляющей скелета не работает. А что тогда, может быть, тогда обратимся к органической составляющей скелета? Может быть, просто... Да. Может быть, в возрасте стало больше, может быть, что еды стало больше. Еды стало больше. Ну, еды стало больше, и что? Ну, и стала возможность сделать себе... Ну, еды стало больше, хорошо. Ну, вот допустим, допустим, что её таких данных нет, но... Допустим, стало больше кислорода, когда животные научились дышать, и от этого у них получилось немного свободной энергии. Потому что до этого не получают крайне мощное энергие. Для этого энергия можно было использовать так, чтобы строить дополнительные энергии. Действие ведет в правильном управлении курсов. Действительно, скелет – это вещь очень полезная, которая позволяет решить массу проблем, но чрезвычайно затратная по энергии. Для того, чтобы получить все те бонусы и плюшки, которые дает скелет, надо поначалу очень крупно вложиться с точки зрения энергетики во все это дело. Кроме того, плюс существует и ограничитель просто совершенно естественный. Калогеновые белки, которые служат основой для скелетов, их можно строить только при достаточно высоком уровне содержания кислорода в среде. То есть просто работа самих по себе, синдекс коллагеновых белков – это один из самых чувствительных к кислороду процессов. Поэтому в середине 60-х годов какие-то у американских геологов и физик, Бертнер и Маршалл, выгнали в так называемую гипотезу кислородного контроля. Который гласит, что все, что мы видим на Земле, определяется фактически уровнем содержания свободного кислорода. Мы с вами не раз уже на протяжении прошлых занятий видели, как изменение уровня свободного кислорода вызывает фундаментальные перестройки биосферы. Мы с вами помним кислородную революцию 2 млрд лет назад, когда у нас в итоге появляются эфтериотические клетки. Мы помним кислородный бун конца протерозоя, который предшествует появлению многоклеточности. По-видимому, Бертнер и Маршалл работали раньше, они работали в середине 60-х годов, когда вообще про этого до кембрия еще толку ничего вообще неизвестно не было. И они поэтому предположили, что в действительности уровень кислорода на планете до кембрия, до свободного кислорода на планете, до начала кембрия, 540 млн лет назад, было просто недостаточно для того, чтобы строить клоевые белки. А как только уровень кислорода достиг, так сразу все и начали это дело строить. Картинка, которую мы видим сейчас, в общем и целом, гипотезу Бертна и Маршалл подтверждает. Картинка оказалась более сложной, что это не единственный порог, который понадобился преодолеть в жизни, что было несколько пороговых величин. Но, в общем и целом, связь между усложнением уровня организации жизни и свободным кислороном прослеживается вполне очевидно и однозначно. То есть, вроде бы, получается, что да, что в начале кембрия возрос уровень свободного кислорода, стало возможным строить коллагеновые белки, и имевшиеся тогда живые организмы сразу все дружно начали реализовывать эту стратегию. Прелестно. А что за организмы-то? Откуда они? А кто был-то до этого? После этого начали внимательно смотреть, а кто бы это мог быть? Мы с вами помним, да, что есть одноклеточные водоросли. Одноклеточные водоросли есть, они хорошо диагностируются. Водоросли акритархи в основном для зеленых водорослей, как считается. То есть, что был очень разнообразный фитопланктон, это никаких сомнений не вызывает. Почему фитопланктон хорошо фиксируется, а обзор планктона мы не видим? Почему? Ну, фитопланктон тоже делает процесс фотосинтез. Ну, он тоже делает процесс фотосинтез. Ну, фотосинтез, да, и что? То есть, вы имеете в виду, что следы, мы можем водоролить следы фитопланктона по муклероду органического происхождения, участвовавшему. Мы можем, конечно, но, во-первых, совершенно непонятно, точно ли это был фитопланктон или какие-то другие микроорганизмы. Нет, я немного более простую вещь, что растения, в том числе и микроскопические водоросли, одеты целлюлозной оболочкой, мы помним, да, в клеточной стенке растения состоят из целлюлоза. Целлюлоза достаточно хорошо сохраняется. Это химический и нервный полимер, да, который достаточно хорошо сохраняется в ископаемом состоянии. То, что он маленький, по научному времени, это совершенно не проблема. При появлении электронной микроскопии мы можем диагностировать предметы абсолютно любого размера. Важно, чтобы некоторые химические нарушения среды он при этом создавал. Поэтому оболочки одноклеточных водорослей мы видим во всей их силе и славе. А вот у животных нет твёрдой оболочки клеток. Поэтому, простее, поэтому животные в палеонологическую ледкость, микроскопические животные в палеонологическую ледкость не выпадают. То есть можем мы предполагать, что они были, но мы их вроде как не видим. Но оказалось, что кое-какие способы, если вы видите эти животные, все-таки есть. Животное ест, после чего орган, пройдя через вор в желудочно-кишечный тракт, выбрасывается. Это процесс совершенно одинаковый, что у нас с вами, что у инфузории туфельки. При том, что, понятное дело, что у нас есть пищеварительная система целая, а у инфузории туфельки нет ничего кроме, соответственно, цитостома, пищеварительного поля, которые потом сбрасываются наружу. Тем не менее, вот эти гранты обогащенного органики, которые представляют собой экскременты каких-то древних животных, они в осадках обнаружены цимом. И действительно, вот как припуст, когда яхерники научились работать с соответствующими осадками, обнаружено, что действительно с позднего протерозоя появляется целая куча вот этих самых фекальных пилет, то есть комочки органики, которые когда-то падали на дно, и другого происхождения кролика от животных это не может быть. Соответственно, никаких сомнений в том, что в это время действительно существовал какой-то достаточно развитый зооплангстон, разнообразный его качественный, в общем-то, сейчас нет. В общем, пилеты это доказательство вполне прямое. Разглядеть мы его пока не можем. Да, это правда. Но что он был, вот как тот Сусликов, бывающий командир, вот да, был дым. Дальше возникает вопрос. Хорошо. Значит, общая картинка понятна. Вот существует некий мир микроскопических животных, которые по техническим причинам, которых мы пока обнаруживать не можем, пока они не могут существовать, дальше возрастает уровень содержания свободного кислорода, это позволяет им начать строить коллагеновые уголки, и они самым разнообразным образом делают реализу. То есть картинка, да, то есть картинка получается на этом месте логичная, вроде бы все объясняющая. Возникает вопрос. А почему? Тогда возникает вопрос. Почему возрастает количество свободного кислорода? То есть вот предполагаемое, то есть то, что предполагал Берктер Маршал, да, что на границе Кембрия до Кембрия возросло количество свободного кислорода. Мы с вами опять-таки помним о прошлом занятии, да, что по нынешнему времени диагностировать изменения содержания свободного кислорода геохимики умеют, да. Помните, мы с вами убедились, что в середине протерозога, да, в середине протерозога, в момент 2 миллиарда лет назад, в момент кислородной революции, условия сменились с бескислородных на кислородные, да, то есть возникла, в принципе, окислительная среда на планете. Это диагностируется, да, по составу минералов, да, которые неустойчивы в составе, минералов, которые неустойчивы в присутствии свободного кислорода. А вторая, это кислородный бум к конца протерозога, да, когда мы с вами, исходя из балансовых моделей, установили, что захоронилось большое количество органики, да, что не могло не иметь вторым результатом увеличение выхода свободного кислорода при вот этих самых котосинтетических процессах. Прелестно и логично. Здесь всё, так сказать, всё получалось хорошо, логично и всё как надо. Дальше начинается вторая проблема. Точно так же, как не удалось когда-то получить данные о изменении соляного состава, да, от мирового терра, ну и всего прочего, что могло бы объяснять появление нервных скелетов, да, некоторыми сменами диагностического режима, граница кембрия не похожа, чтобы выход своблокого кислорода в этот момент сильно увеличился. Вот вся биохимия, которую мы располагаем, ничего такого не позволяет заключать. То есть, опять-таки, мы помним, да, что механизмом второго кислородного бума было то, что возросло количество фотосинтетиков, да, интенсивность фотосинтеза возрастает, у вас увеличивается просто масса фотосинтезирующих организмов, детритные цепи, существующие в экосистеме, не справляются с возрастающим потоком органики, органика начинает уходить в захоронение, органика начинает уходить в захоронение, кислород, который должен был бы пойти, так сказать, на дожигание этой органики, вот и стоим в итоге насыщает у нас гидросферу, атмосферу, да. Механизм понятиен. Здесь, опять, и это подтверждалось тем, что захоронение, темп захоронения органического природа, в момент здорового кислородного бума, самый высокий на время существования планеты. На границе темпы и до темпы ничего такого не происходит. Никаких таких особо масштабных захоронений органика, которая могла бы по балансовому модели объяснять увеличение количества свободного кислорода, не просто появление каких-нибудь просто активных синтезирующих групп. Ничего такого как раз нет. И на этом месте возникают представления наиболее логичных выходных, механизма запуска этого самого механизма кислородной революции, является то, что, собственно говоря, кембрийское увеличение количества кислорода было запущено самими животными, которые перестроили свою среду обитания. Пример достаточно удивительный, хотя с такими мы еще будем сталкиваться. Что на этом месте происходит? Представьте себе, что у вас есть водоем, в данном случае неважно, озеро, океан. Верхний слой воды довольно сильно отличается по условиям от воды, которая находится в глубине. Да? Кто-нибудь из вас знает слово «термоклин»? Температурный скачок? Нет? Значит, просто если кто из вас, например, интересовался подводными лодками, например. Нет, не вспоминайте. Значит, суть в том, что верхний слой воды, какая у него должна быть температура? Да. Он падает в себя подвниз, а на глубине температурный скачок. О! Совершенно верно. Верхний слой воды, значит, в глубинах у вас, в глубине вода, какую имеется температуру? Плюс четыре. Плюс четыре, это если в приполярных условиях. Да, вы помните, что вода при плюс четырёх имеет самую высокую плотность, поэтому вода при плюс четырёх опускаться будет на дно. Верно. Но это в присутствии не тающего льда у вас будет. Плюс четыре, здесь температура. А, например, ну вот какое-нибудь крупное озеро, там, сейчас здесь как-то в Москве, ну глубокое какое-нибудь. Да? Да-да. Какая у него температура должна быть в глубине? Шестнадцать. А? Плюс шестнадцать. Да. Плюс шестнадцать. Плюс шестнадцать, думаете? Плюс шестнадцать. В глубине. В глубине. В глубине. Как вы говорите, если её хотят ежать молоком, тем и очень холоднее, да? Ну, так представьте, чем глубже, тем вообще-то холоднее. А? Минус шесть? Минус 6. А почему как? Минус это десять. Минус шесть, как вы говорить я ей быть не можем. Минус шесть и получается. И понятно, что это плюс, но сколько? Плюс шестнадцать. Вот почему, почему назвали плюс шесть? 8-10. Плюс свесть. Верхний слой прогревается, температура в верхнем слое более-менее соответствует той температуре, которая у вас сейчас показывает. Эпи-лимнион отражает температуру актуальной, а гиполин, гипоталаса, в действительности ее температура близка, поскольку вода имеет самую высокую теплоемкость, у нее самая высокая термическая инверция, это будет ближе всего к средней годовой температуре. Эпи-лимнион и гипоталаса разделяют зону температурного скачка, зона, на которой температура меняется достаточно резко. То есть смена температуры, поддельная температура в поверхности до глубины идет не постепенно, шаг за шагом, а в одном месте резко скачком. На этом месте свойства у воды в зоне температурного скачка нескольких параметров, но нас сейчас интересует то, что водная масса разделена на гипоталасу и гипоталасу. Значит, теперь давайте представим себе, каковы были условия жизни в этом самом далеком Дакембре. Да, начнем просто с того, что у нас происходит сейчас. Вот где идет основной фотосинтез моряк? Сверху. 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 Волкок, да, осуществляет на этом месте фотосинтез. А в каких местах зоны фотосинтеза? Если посмотрим по мировому океану, где больше фотосинтезирующих организмов? Вблизи побережья или в середке океана? В Саргасово море, он в Саргасово море. В Саргасово море немножко по другое. место, куда у вас за счет течения сносят кодекс, да, это немножко по-другому, там, да? В середине? Почему? Ну, просто в середине нету зверей, которые не едят. Да. А, просто. Если там нечего, если там нечего есть, то там звери нет, да, там лестник. Да. Там, чем ближе к берегу, тем нам ввели песок. Что-что? Ну, песок. Песок. И что? Близ берега, он все-таки затемняет. С песком непонятно. Мне непонятно, да. Вы не думали, что время в местах быстро перебирать? Это понятно? Нет, мне непонятно. Да. На попережье? Почему? Почему здесь? Ну, уже в... Ну, глобинат на воду. А почему глобинат? Все, еще раз, что у вас все равно весь водосинтез в приповерхностном слое? В фактической зоне. Да. В середине, потому что там уже более прозрачная вода. Более прозрачная вода у берега. С чего? А? Нет, я говорю, что в середине более прозрачная. Да, согласен, что в середине она более прозрачная. То есть в середине, то есть в основной фотосинтез идет в центральной части. Да. Неправильно. Таксин неправильно. Значит, основной фотосинтез идет в прибрежной зоне. Почему? Что вам нужно, кроме фото... У вас для построения пищи нужен не только солнечный свет и кислород, но еще некоторое количество чего? Минеральные. Вам нужны минеральные вещества еще, кроме того. Минеральные вещества в океане откуда берутся? Только за счет сока суши, да? Все минеральные, все минеральные вещества, которые необходимы простым растениям, они берутся с суши. На суше у вас идет эрозия, да? Водная, да? Ветровая и вся прочая. И соли, да? Попадают, в том или ином виде попадают в океан. То есть для того, чтобы у вас это все работало, у вас солнечный свет, то это не проблема, да? С солнечным светом не вопрос. То есть должны быть соли в прибрежной зоне. Отлично. Что у вас получается в глубоком докембрии, где у вас нет наземной растительности? Как должна идти эрозия? Очень активна. Эрозия идет активна, и нет никаких свидетельств того, что в эти времена вообще существовало что-то похожее на пресные воды. Вот это, конечно, удивительная картина, которую по нынешнему времени трудно себе представить. Понятное дело, что крестной воды хватало, но не было водоемов, то есть крупных рек, озер и всего прочего. То есть никаких следов по составу осадок от этого не остается. То есть было огромное количество постоянно меняющих русла, речек, да? Это называется плащевой стоп от океана, да? То есть течет, как Бог на душу положил, русло не вырабатывается, да? И все это дело несет в океаны огромное количество зависимых минералов. То есть в единственно продуктивных областях океана у вас вода очень мутная. Если вода очень мутная, что происходит у вас, какие на этом месте начинают у вас неприятные последствия? У вас оказывается, да, у вас оказывается, что фатическая зона сама по себе, за счет того, что у вас просто множество взвесит, да, минерально, у вас оказывается, что фатическая зона сужается до первых метров, да? Солнышко не проходит вглубь водной массы. В итоге у вас оказывается, что термогрин оказывается у вас подтянут под самую поверхность, да? И петаласа оказывается страшно узкой. Петаласа оказывается страшно узкой, тоненькой, настолько, что в ней фактически нет литрового перемешивания воды, да? Так, каким образом она будет холоднее или теплее, когда мутная? Теплее. Теплее. Что? Где холоднее, где теплее? А? Так. В верхнем слое, который нас приинтересует, в нем температура воды будет выше гораздо. Температура воды гораздо выше, значит, мутная, это значит просто хуже с фотосинтезом, меньше кислорода вырабатывается. При этом вода теплая. Вода теплая. С растворимостью газов у нас что происходит при увеличении температуры? Что с растворимостью газов? Увеличивается. Увеличивается с температурой растворимость чего? Мерных веществ. А газов падает. У вас кипящий чайник. Почему у вас выделяется вода? Почему у вас выделяется газ? Температура выше, поэтому газы растворенные в этой воде у вас в виде пузырьков выходят. Когда у вас растет температура, растворимость газов падает. То есть даже те жалкие количества кислорода, которые у вас вырабатываются все-таки в процессе фотосинтеза, они на этом месте летят в атмосферу, где нет пробу вообще никакого, совершенно. Тем временем у вас, тем не менее, фотосинтез здесь идет, получается некоторое количество органики. Что дальше с этой органикой будет происходить у вас? А? Ну вот, так сказать, вот она живет, вот, так сказать, вот в конце концов эти самые планктонные водоросли померли. Что с этой помершей планктонные водоросли? Подытки вниз. А? Подытки вниз. Громче. На дно. На дно. На дно. На дно. Да? Как? На дно. 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 Она будет проваливаться вниз, действительно. При этом, это органика в мелкодисперсном состоянии. Тонет она плохо, у нее плотность та же самая, что у воды практически. Что будет происходить с этой самой мелкодисперсной органикой? На ее окисление будет тратиться тот же самый кислород. То есть тот свободный кислород, который все-таки еще имеется, он будет у вас уходить на вот эту самую бесполезную мертвую органику. Мало того, тут возникает еще одна неприятность. Мы с вами говорим о том, что термоклин подтянут от поверхности. Как ведет себя органика в современных водоемах, мы скидаем как хорошо экспериментально. Существует такая штука, она называется микробная петля в гидробиологии. Органика имеет обыкновение зависать как раз в зоне термокрина. В зоне термокрина за нее берутся там дефицит кислорода. В условиях дефицита кислорода за нее будут браться бактерии, которые, так сказать, работают на другом топливе. На чем еще можно работать, кроме как на кислороде? Есть еще один очевидный кислитель. Сера. Элемент той же группы, что и кислород. Сера. Огромное множество бактерий ведет самые разнообразные дела с соединениями серы. Вот, соответственно, можно использовать в качестве окислицевого соединения серы. И тогда в итоге при обычных наших аэробов, которые жгут органику, мы жгем органику при помощи кислорода и получаем на выходе какие вещества? Углекислый газ и воду. Совершенно правильно. То есть жгем глюкозу при помощи кислорода, получаем на выходе углекислый газ и воду. А если мы будем использовать серу, как у серобактерий, то есть не кислород, а серу будем использовать, что тогда получается? Сероводород. Совершенно верно. И это будет, что мы ждем органику, и получается вода вместо воды у вас получается на выходе восстановленная серы, то есть сероводород. На этом месте, в районе термоглина, у вас начинается так называемый процесс эвксенизации. Слово, произвольное слово понятно, да? Понкурс – Ксинский, Черное море, в котором как раз глубины отравлены сероводороды. Вот как раз за счет вот этих самых процессов, о которых мы говорим. Сейчас это ревчайшее исключение, вот собственно, кроме Черного моря, так особо не вспомнишь. В Докембрии была ситуация совершенно обычная, но это, что, опять-таки, хорошо диагностируется по составу осадков. Итак, то есть в итоге мы имеем картинку, что из-за водописания, из-за замутнения верхнего слоя воды, фактические зоны, да, из-за замутнения фактические зоны, мы… Вроде бы у нас довольно много кислорода и довольно много органика, но пропу от этого нет совершенно никакой. Потому что кислород и органика, так сказать, взаимно уничтожаются. И в итоге у нас нет ни кислорода, ни органики. Плохо. А нет ли какого-нибудь способа это дело победить? Да, такой способ есть. Вот как раз в начале Докембрии, то есть сначала это было в качестве гипотезы предложено, но сейчас, так сказать, претенденты в роли сберушек нашлись. Значит, в этот момент появляются первые члены становления. Ну, по крайней мере, ну, артроподоподобные существа, да, которые занимаются фильтрацией. Вы знаете, какую колоссальную работу осуществляют фильтраторы в современных океанах. Так вот, фильтраторы впервые появляются как раз в этот момент. А главной особенностью деятельности вот этих самых фильтраторов, как, ну, прежде всего, имела микроскопических ракообразов. Главное, что органика, которая проходит через их органика, это то, что мы с вами говорили о фекальных пеллетах, да, что органика упаковывается в плотный комочек и, который, имею в параметру другие, он хорошо тонет в итоге. То есть возникает в океанах, возникает пеллетний транспорт. То есть это опять-таки, это опять ловится совершенно точно, просто опять по составу осадков, по количеству вот этих самых фекальных пеллетов в осадках. Ну, а теперь, так сказать, становится, теперь еще и становится понятно, кто именно этим делом занимался. Значит, в итоге, в итоге всего этого дела, у вас эти самые появившиеся ребята начинают активно облавливать верхний вот этот самый замутненный слой, да, они его осветляют, да, потому что это опять-таки известно экспериментально, что попутно облавливая водную толщу на предмет органики, все эти ребята убирают еще и минеральную взвесь, да. Верхний слой становится прозрачным, расширяется, на этом деле просто возникает, ну, на этом месте просто становится лучшим условием для фотосинтеза. А самое главное, самое главное, что органика оказывается упакованной в достаточно крупные гранулы. Крупные гранулы проламывают зону термоклина, не зависая в ней и не создавая вот этой самой микробной петли, и уходят на дно, да, уходят на дно. То есть что до этого, помните, а вот у нас какая-то ситуация неприятная, наверху слабо прозрачная и перегретая эпитолаза, да, в которой кислород не держится за счет температуры, вниз, а здесь темная, да, темная, потому что наверху непрозрачный слой, то есть собственного фотосинтеза здесь вести нельзя, да, закачать внутрь кислород из верхнего слоя тоже не получается, потому что только за счет диффузии, да, только за счет диффузии, потому что из такого слоя конвекции, конвекции ничего добыть у вас не выйдет из этого дела. То есть в итоге получается узкая, перегретая, бескислородная эпитолаза и очень широкая, холодная опять, темная, да, так что нельзя вести фотосинтеза, и опять же бескислородная по этой причине гипоталаза, да, а те остатки кислорода, которые здесь есть, они дожигают, они дожигаются той органики, которая все-таки сверху падает. Теперь, когда у вас идет, когда у вас идет слой, когда у вас, когда у вас это идет, видите, хорошо упакован в перед, у вас оказывается, что вот эта самая органика, это неудушающая, да, и ситуация вот эта самая, то есть, знаете, да, олиготрофные и нефтрофные условия, то есть сколько органики растворено в воде, да, гидробиологически, в первом, олиготрофные озера и вот-вот прозрачные всякие горные озера, в которых органики нет. Ифтрофная ситуация, это вот это болото разного, разного типа, да, где у вас в воде полно всякой органики, и, соответственно, нет кислорода, да, который тратится на нее, дожигает. Вот, палеоэкологи, геохимики называют океан, который был, в каком-то самом позднем до кембрии, ситуация эфтрофного океана. То есть это сейчас представить себе нельзя, да, абсолютно, так сказать. Вот, бред, вот, 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 вот этот бред вполне реально существовал, да, эфтрофный океан. Вот на этом месте и форфный океан как раз и кончается по всем, опять же, биохимическим следствиям, да. Еще раз, оказалось, что всего-то не нужно, да, то есть нет, еще раз, нет лобового возрастания продуктивности, нет лобового возрастания количества свободного кислорода. А в результате вот такого маневра ресурсами, в результате создания новой структуры, да, у вас то же количество органики и то же количество кислорода, оказывается, дают совершенно различный эффект. То есть органика из удушающего эфтрофикатора становится ценным пищевым ресурсом. Она падает на дно и здесь, соответственно, уже можно ее, опять же, некоторым образом утилизовывать, приспосабливать к делу. На этом месте возникает бенкос, да, бенкос у вас начинает питающийся, за счет падающийся из фатической зоны органики, да. Бенкос у вас, опять-таки, может жить за счет того возрастания количества кислорода, которое возникает на этом месте. И дальше у вас возникает замечательная система с положительной обратной связью. Больше кислорода, больше зверушек, да, больше зверушек, они лучше утилизуют запас органики, просто не давая ей пропадать. Утилизуют органику, на это дело не тратится свободный кислород, да, количество свободного кислорода возрастает, можно увеличивать зверушек, их размеры, да, и сложность их организации. Все. В итоге мы получаем замечательную ситуацию, когда появление одного конкретного экологического механизма, то есть пеллетного транспорта, да, значит, у нас принципиально меняет саму организацию лодной массы на планете, да. То есть, фантастическая картинка сама по себе. То есть появление каких-то вообще рачков-фильтраторов в итоге создают на планете океан принципиально нового типа. То есть вот вам планетарное воздействие совершенно. Значит, хорошо, значит, вот кем-то. Итак, на этом месте, действительно, за счет вот такого маняема ресурсов, да, без, еще раз, без лобового увеличения выхода кислорода, мы получаем реальный, да, мы получаем резкий, реальный скачок его содержания. Просто потому, что он теперь больше не расходуется на бесполезное дожидание органика. Значит, количество возрастает. На этом месте, как уже было сказано, все самые разные группы вот этих самых микроскопических животных начинают резко увеличиваться в размерах, обрастают скелетами, ну и что мы, собственно говоря, едем по ночному времени. И дальше начинается следующий, интереснейший этап. Начинается завоевание суши, о чем, опять-таки, принципиально, что, опять-таки, принципиально влияет всю жизнь на планете. Опять-таки, в прежние времена, вот вспоминайте ваш учебник, там, по общей голове, там, в соответствующих параграфах, наверняка вы увидите картинку, вот, берег какой-нибудь лагуны, утыканный такими хвыщеподобными растеницами, ринеофитами, какая-нибудь там еще есть астега, лоберинтодон, на подгибающихся ногах, среди них будет обязательно ползать. Вот, значит, он будет называться «выход жизни на суху». Когда это дело произошло? Так, примерно. 0,8,5. Что ж тут? 0,8,5, да. 0,8,5. Хорошо. А что происходило тогда? Что тогда происходило? Значит, по каким признакам мы можем судить о существовании на зерой жизни? Вот, существовать, мы с вами договорились, да, что о том, есть ли на планете фотосинтезирующие организмы, мы можем судить по наличию на ней свободного кислорода, да? Весь свободный кислород имеет биогенное происхождение, да, создан растение или микроорганизм, в зависимости от оси. По-другому свободный кислород не получается. Вот, есть такой же маркер существования на планете наземной жизни. Это существование почвы. Значит, почва, да, получается в результате некого структурирования, да, опять же, растений и микроорганизмами мелкозема, получающегося в результате водной, метровой эрозы. Да, при этом почва, при этом почва имеет, как выяснилось, может при некоторых обстоятельствах попадать в захоронение. То есть почва иногда находит ископаемое состояние. В прежние, там, до середины 20-го века это полагали такими редчайшими штуками, но оказалось, просто не умели искать. То есть, когда разработали соответствующие методики, оказалось, что ископаемых почв, полевопочв, не так уж и мало. Так вот, самая древняя полевопочва, как сейчас установлена, имеет возраст почти миллиард лет. То есть, до еще, то есть, до еще даже второго кислородного бума, до кембрийской революции, жизнь на суши уже некоторая имелась. То есть, какие-то растительные организмы там существовали, и они осуществляли процессы примитивного почвообразования. Ну, что это за организм, опять-таки, более-менее понятно. То есть, это должны быть какие-то водоросли. Вы знаете, да, что многие водоросли, помните, да, что многие водоросли микроскопические, они живут, у нас уже что-то состоит, зеленый налет, там, на коре деревьев, там, на камнях, да. Вот как раз речь идет про такие водоросли, да, конечно, и про ламинарные. Да, значит, микроскопические водоросли или, соответственно, лишайники, да, которые те же самые водоросли, но только еще и сгребуют. Вот все это дело вполне могло осуществлять в каких-то процессах архаичного недообразования. Хорошо. Да, и что, опять-таки, особо интересно, вот в этих самых полеопочвах находят углерод со смещенным и затопным соотношением, да, что говорит о том, что в этих полеопочвах происходил процесс, когда происходили процессы фотосинкции, да. Жизнь там была вполне, вполне, вполне нормальная. Вот. То есть, в действительности, жизнь появилась там очень рада. Теперь зададимся вопросом, а, собственно говоря, зачем вообще, собственно говоря, зачем вообще на эту сушу лезть? Что там вообще хорошего? Ведь смотрите, да, ведь смотрите, на суше страшные температурные перепады, обезвоживание, да, проблемы с, так сказать, обезвоживанием. Сила тяжести действует по-другому, да. Что там вообще, что мы вообще забыли там? Да. Да, 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 давайте. Кислорода много. Что? Кислорода много. Ну, кислорода-то там может и быть много. Но вы же догадываетесь, вы кислород все равно, для того, чтобы им дышать, вы должны растворить его в собственных тканях. Да. Света больше? Света больше. Света больше. Можно, конечно, сказать, да. Конкурент. Да, вот конкурент, да, вот с конкурентами, да, потому что, так сказать, извращенцы, которые полезут на эту самую сушу, действительно, так сказать, вот, по крайней мере, поначалу будет не так много. Да, то есть, в общем, так сказать, экологическая ниша будет действительно пустоватая. Да. А может, потому что там еда, конечно? Кого? Еда. Какую еду? Откуда? Откуда еда? Ну, везде. Когда там еда, то есть, когда там уже обосновался кто-то, да, то его уже можно есть, конечно. А сначала, врачи, 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 да. Гораздо больше минеральных веществ. Минеральных веществ, да. Да, между прочим, вот это, между прочим, тоже правильно. Да? С минеральными веществами на сушу точно лучше, да. Мы, то есть, когда воду сросли, в некоторый момент был отлив, они остались на сушу. И чего? Ну, то есть, они вынуждены оставались на сушу. Да, пока они вынуждены, а после этого пусть не будет. Но, опять-таки, мы же видим, как, так сказать, заливоположили, уходят самые разнообразные существа, которые, то есть, в зоне отлива, то есть, зона отлива, как-то вот не очень располагает от того, чтобы угрыблять эти специализации. Да. Понятно. Понятно. Вот, тогда еще один, так сказать, наводящий вопрос. Вот с суши, понятно, на суши, так сказать, плохо-плохо-плохо-плохо, и вроде, так сказать, даже ничего не прослеживается. А с пресными водами чего? С пресными, с пресными, понятное дело, что происходим, все происходит в океанах сначала. А вот с пресными водами, там медом намазано, и вот отдельные проблемы, да. Термиселение у вас? Ну, это разные варианты, то есть, разные варианты, да, разные варианты биологического положения. В пресных водах? С пресными водами, что? А там много, там есть, потому что там много кислорода и минеральных суток. Кислород, пресные, соленые, в смысле кислорода, это не влияет. Да, да, а что влияет? Лучше в какой? В пресные или в соленые? В соленые. В соленые. В соленые. В минеральных веществах есть там и там в разных количествах. Почему в соленые? Почему в соленые лучше? Ну, в соленые я могу много-много в себе иметь концентрацию веществ большую, по отношению к воде, а в пресные, чтобы не раз... Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, смотрите, когда клетка у меня есть, то в внешней среде какая-то конструкция... У вас состав, у вас внутренний солевой, внутренний состав солей в организме. Да. Вот старое-старое, знаете, море внутри нас, да? Что ваш водно-солевой состав достаточно близок, там, на самом деле, не совсем, но достаточно близок к составу морской воды, да? Поэтому, когда вы попадаете в пресную воду, да, то у вас, либо вы начинаете терять эти соли, да, либо на этом месте у вас начинает, за счет космоса, вода начинает дистиллят, начинает наполнять ваш организм. Нет, как с этим? Если вы не будете с этим бороться, что с вами будет? Что вы заживаете. Да, вы просто насосете этой воды, и клетка ваша лопнут. Поэтому для того, чтобы этого избежать, что приходится делать? Что он в пузыре туфель-то делает? Да. Откачивает. Откачивает. Совершенно верно. Она постоянно откачивает воду. Зачем она откачивает? Дукань. Сократительная вукуолина. Совершенно верно. Она насасывает воду внутрь, потом сбрасывает воду во внешнюю среду. На то, чтобы ее откачать и сбрасывать, это же насос работающий. Это страшная энергоемкая вещь. То есть жить в пресной воде – это с самого начала закладывать расходные статьи по энергии. И дружи. Зачем? Опять. Зачем, если в этой пресной воде непонятно какие плюсы? Да? То есть никаких вариантов, кроме уход от конкурентов и охота за минеральными веществами, вы вроде бы не прослеживаете. Ради разнообразия? Ну, разнообразия. Это следствие. Понятно, что на этом месте вы получаете как следствие разнообразия. Но целью разнообразия как-то кого-нибудь не может. Итак, почвы мы видим очень давно. Примитивное почвообразование осуществляется некими водорослевыми орками или лишайниками. И вот уже в следующем, затем, ордовикском периоде, то есть страшно давно, мы уже были открыты еще в 90-е годы палеопочвы, ископаемые почвы с крупными норками. То есть уже были достаточно крупные, ну, то есть размеры какими-то дождевых червей, ледоножек и прочее. Значит, в конце ордовика, в начале Силура находят капролиты внутри почвы. То есть это, опять-таки, окаменевшие эксперименты каких-то крупных, достаточно крупных почвообитающих животных. Крупных имеется в виду размер этого размерного пласта дождевого червяда. Замечательно. То есть что мы по нынешнему времени можем говорить с достаточно уверенностью? Что заселение из разных вариантов, как выходить из моря? Можно из моря выходить сначала в пресные воды, а потом на сушу. И, возможно, другой вариант. Возможно, другой вариант – это действительно через какие-то гниющие водоросли на литерале или что-нибудь в этом роде, где имеется постоянная влажность, некая стабильность условий. Так вот, сейчас нет сомнений в том, что заселение суши из моря шло не через пресные воды, а через почву. Причем вот эти почвенные места обитания, вот эти примитивные почвы, в них, соответственно, поселяется настоящая почвенная фауна. Что фауна почвенных безпозвоночных сильно предшествует появлению на суше высших растений. Только как раньше полагалось, что вот появляются высшие растения на суше, да, вот эти там ремиофиты, высшие растения создают кормовую баху для безпозвоночных, да. А вот уже тогда на суше начинают вылезать какие-нибудь позвоночные, там, кистеперые рыбы, в углебающихся, значит, ногах, начинали, значит, вот бегать за какими-нибудь ногорошками. Ну, чепуха, конечно, на самом деле, но, по крайней мере, вот такая картинка до недавнего времени в головах была. Теперь понятно, что в действительности все было не так, что в действительности почвенная фауна предшествует появлению, во-первых, высшей растительности на Земле, и, во-вторых, предшествует появлению пресноводных экосистем, вот настоящие пресноводные экосистемы, имеется в виду, вот не лужи всякие, там, которые, конечно, всегда существуют, то есть не постоянные, а появление настоящих пресноводных водоемов, это только демонский период, то есть настоящие пресноводные водоемы со стабильной переговой линией появляются очень поздно, да. А вот почва есть очень давно, да. То есть, и, понятное дело, что сами по себе эти животные в свой черед, вы знаете, знаете, да, про деньг из дождевых человек, ну, и так и все остальное также работает, что сами эти животные в свою очередь становятся мощнейшим почвообразующим фактором, да, Так, почвообразование улучшается, среда, опять-таки, все, 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 все опять по той же схеме. Они улучшают среду своего обитания и делают возможным появление в этой, появление на этих самых почвах уже выше растений. Значит, с высшими растениями картинка, опять-таки, по нынешнему времени мыслится заметно по-другому, чем еще лет, там, 30 назад. Значит, ну, как, опять-таки, как это дело мыслилось, мыслилось, там, во всех учебных биологиях, там, до недавнего времени. Вот у вас какие-то мелководья, какая-то литераль, вот на ней растут некие водоросли зеленые, да, из зеленых водорослей. Вот на обсыхающей литераль, вот какие-то водоросли, макроскопические водоросли начинают там периодически, там, так сказать, высовывать голову из воды. Вот постепенно они, так сказать, укрепляют стебель. Вот, начинают терять связь с водой, и так потихонечку, полигонечку выходят, значит, вот, выходят на сушу. Картина совершенно неубедительная, надо заметить. Значит, и кто против этой картины всегда, прежде всего, среди тех, кто возражал против такой схемы, которая, опять, для всех учебных, это, прежде всего, палеонтологи. Палеонтологи говорили, ребята, схема, вот такая схема, вот этого не может быть, потому что не может быть никогда. По очень простой причине. Кому родственны высшие растения, это, опять-таки, по нынешнему времени понятно. Есть такая группа зеленых водорослей, хардовых водорослей. Их сближали с высшими растениями очень давно, еще с 19 века. Ну, и чем дальше, тем яснее становится, что, да, действительно, это очень близкородственная группа. Именно хард. Теперь, так сказать, это подтверждено всякой биохимии, тонкой цитологии, множество биохимических. То есть, там один и тот же запас питательных, один и тот же тип запаса питательных веществ, один и тот же тип пигментов фотосинтетических, целая куча всяких тонких цитологических признаков. То есть, родство высших растений с хардовами сейчас никаких сомнений не вызывает. На этом месте сторонники, так сказать, классические точки зрения, как и так, а вот именно хардовые как раз в отпуске, вот так себя доверяют. Что палеонтологи говорят? Ребята, проблема тут в том, что хардовые появляются в палеонтологической редписи ровно тогда же, когда и высшие растения. Ровно в том же самом, в конце силу. Ребята, хардовые, это водоросли, они живут на мелководье. А мы с вами помним, тропёрку, занятие, да? Как разные живые существа попадают в палеонтологическую редкость? Что водные попадают хорошо, наземные попадают плохо. Чем дальше, так сказать, от воды, тем меньше у тебя шанса попасть в палеонтологическую редкость. Поэтому вот высшие растения, вот как раз про наземную растительность, всегда можно говорить, в принципе, всегда можно сказать, что корректная гипотеза будет, хотя, так сказать, вот, конечно, красоты особо не имеющая, что мы можем прятать её где-нибудь на суше, в отдалённых от воды местопитаниях, что вот начальные метапы эволюции происходили там. То есть они были, но, поскольку образ жизни наземный, вблизи их воды они не появляются, поэтому первых этапов мы не видим. С водорослей, вот категорически так не получится. Это водная штука. Это водная штука, прёмжёт на мелководье. То есть по всем признакам, то есть она должна попадать практически сразу, как появляется. Тем не менее, ещё раз, хоровая и высшие растения появляются в палеонтологической редкости одновременно. Тут же самое, конец силура. Вот, поэтому, например, мы говорили, ребята, вот мы чего можем предположить? Мы можем предположить как раз, не все, а вот некоторое количество палеоботаников такую экзотическую гипотезу выдвигали, что в действительности вот то, что мы видим в силуле появления вот этих самых высших растений, это как раз, что появляются они на суше, вдали от водоёмов, начинают расселяться, и в конце силуры они просто достигают водоёмов, и мы начинаем их видеть в летописи. Ну, опять-таки, классические ботаники говорили, ну, да, ну, конечно, забавно придумано, но проверить этого всё равно нельзя. Вот. И, как водится, в таких случаях, как часто бывает, вправо по-своему оказались обе сторонники обоих версий. Значит, сейчас стало понятно, что некоторые микроскопические наземные водоросли, которые обедают как раз на суше или во всяком смысле, вот там, времени от водоёмщика, в действительности, вот по этому набору тонких циклологических и биохимических признаков, они на самом деле харовые. То есть, кроме классических харовых, вот этих самых, ну, там, найдёте там где-нибудь в интернете, посмотрите, то есть это такие пальнички с всякими очень сложными, с очень-очень сложными пальчатыми листиками, со сложными органами размножения, очень красивые такие растения. Ну, понятное дело, что это очень специализированные штуки. Вот, кроме них, существуют микроскопические зелёные водоросли среди вот всяких вот этих вот обрастаний в лужах, которые в действительности тоже являются харами. На этом месте становится всё понятно, да, что вот как раз обитатели, что всё происходит вот этих самых обитателей, микроскопических обитателей временных водоёвов, да, всяких. На этом месте просто сразу появляются две ветви развития. Одни начинают специализироваться на, о, жизни на суше, высшие растения, да, а вторые начинают отрабатывать жизнь в континентальных водоёмах. Обращаю ваше внимание на то, что харовые в действительности в морях практически отсутствуют. Это обитатели внутриконтинентальных водоёмов, в том числе солёных, да, они как раз очень любят всякие солёные озёра, да, но солёные озера и океан, это разные вещи, да, то есть ни соли не пускают в океаны. А вот в океанах, в океанах харовых практически нет. Таким образом, вот откуда берётся, и дальше, что происходит с жизнью на суше при появлении высших растений. Происходит несколько, происходит несколько событий, несколько факторов, которые принципиально меняют жизнь на суше. До этого у нас все фотосинтезирующие поверхности, это разные варианты плёнок, да, это плёнки, это маты, вот про которые мы говорили, да, цианобактериальные маты, то есть всё идёт в один, всё у нас в двумерное, да, у нас с появлением высших растений, у нас впервые фотосинтезирующие поверхности начинают располагаться в трёхмерном пространстве. Это даёт возможность колоссально увеличить фотосинтезирующую поверхность, да, на одной и той же территории. То есть у вас получается, вы можете строить многоэтажный дом, когда раньше у вас могли быть только одноэтажные избушки, да. Понятно, что вы можете избушками или одноэтажными коттеджами, да, замостить, так сказать, вот там территорию, а можете, так сказать, на этом месте построить башню. Сколько народу будет жить, так сказать, вот вам понятно. Или, так сказать, вот любимый во всякой, во всяких там учебниках, там, занимательной арифметики, пример про то, как там листьями там с одного дуба можно устелить площадь целой рощи, да. Вот это как раз именно то, понятно, да. Одно дерево, а фотосинтезирующие поверхности, которые листья, очень много. Значит, и все это, все это, все это компактно, все это располагается компактно. Это просто ведет к колоссальному увеличению продуктивности биосферы. Следующая вещь, для того, чтобы держать, вот, а вот для того, чтобы держать это дело в трехмерном пространстве, в трехмерном пространстве, это же не вода, это в воде можно отращивать макроскопические водоросли до любых размеров, вообще совершенно, так сказать, не заботясь о всяких там опорных тканях. Вон там у нас там крупные там бурые водоросли, тип лиминарии, это же там до десятков метров бывает, этот самый лист. Ну и чего? Вот есть, есть и есть. Вон саргасово-моревоцей всего этого дела состоит. То есть там никаких проблем, там никаких проблем нет. Здесь, для того, чтобы у вас поддерживать все это трехмерное пространство, у вас нужна опорная ткань. Опорная ткань, из чего должна состоять? Из твердых веществ. Какие? Целлюлозы. Целлюлозы ледни, прежде всего, да? Появление новых веществ, то есть нужно отрабатывать новые вещества. Это страшно химически, консервативные, химически инертные вещества. То есть если вы не отработаете способы возвращения их в цикл, у вас через некоторое время просто вся органика уйдет из цикла. Значит, для этого вам нужны существа, которые могли бы работать с вот этими трудно-разложимыми веществами. Кто это? Да, грибы. Совершенно правильно. Полная перестройка, происходит полная перестройка гидритных цепей в наземных экосистемах. До этого у вас были бактерии, все это бесконечное, да? Теперь появляются специализированные, это появляются специализированные разрушители, вот эти химические инертные органики. Грибы. Значит, дальше. Грибы. Они кто у нас по жизненной стратегии? Боиды? Да. Кто-то? Родитель, палочки. Что-что? Родитель, палочки. Гитратор. Гитратор, да. Гитратор уже хорошо, да. А еще чего? Родитель. Да? Неподвижная органика. Гитраторопы, неподвижные, там, ну, кстати, среди них там есть, там, вот, 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 подвижные. Хорошо. Значит, для нас сейчас важно то, для нас сейчас важно то, что в это же время, в это же время появляются первые высшие грибы, да? То есть, все, все это очень быстро. Появляются первые высшие грибы, а высшие грибы чего умеют делать с растениями? Кожемокач. Лекализм, совершенно правильно. То есть, мекоризм. А что такое, что такое мекоризм? Что она дает? Гитратор, 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 грибам. Что она дает? Как-то старый гитратор, симбиоз растений. Да, мекоризм это симбиоз растений с грибом, да? Корневая система, корневая система растений с грибом. Кто чего получает в итоге? Грибы получают органику, у дерева получают органику, у дерева получают органику, создаваемое растение. А дерево получает улучшение минеральных поток минералов. Да, взамен от дерева, потому что там колоссальные, там же гигантские, тонкие гифы грибные. Там где-то гигантская поверхность, да? Которой можно всасывать минеральные вещества, да? Растения, соответственно, получают минеральные вещества на этом месте, да? Получается из-за такой замечательной взаимобилии. Самое главное, что, соответственно, на этом месте можно получать азот, который в других формах не получается. Вот самые, даже самые ранние, даже самые ранние следы, самые первые растения, вот эти, пуксонии, вот эти, которые появляются, сейчас научились работать с пиццикокорневыми системами, выяснилось, что все они уже имеют микоризу, да? То есть, самыми, причем даже более того, получается, что там микориз есть две типа, экзоэндомикориза, да? То есть гифы, оплетающие корень снаружи, и другой тип, это когда гифы пронзают клетки изнутри, да? То есть, очень другой тип, ну, начиналось все с паразитизма, естественно, потом, как вот, все это дело перешло в семьюз. Вот, оказывается, что, по всей видимости, создание микоризы в лучшем случае сильно облегчает жизнь на суше, а может быть, только оно и делает ее возможным. Да? И третье, значит, следующее, что для того, чтобы, опять, то есть, вот, для того, чтобы держать трехмерное пространство, нужны опорные ткани, чтобы, так сказать, возвращать опорные ткани в цикл, нужны грибы. Грибы у вас создают, соответственно, грибы, это то, что создает микоризу и, собственно, дает вам возможность существовать на белых субстратах. И дальше, а дальше, для того, чтобы, опять-таки, держаться в этом трехмерном пространстве, чтобы вас не варило первым ветром, что нужно делать? Корни хотим. Грибы, корни нужны нормальные, да? То есть, резуя это микоризу и муков, у вас уже, так сказать, вы не обойдетесь. Нужен нормальный корень. Нужен нормальный корень, который, соответственно, создает настоящие корни, переработка почвенного горизонта при наличии корней. Она уже идет совершенно по-другому. На этом, с этого места, и действительно так оно и есть, с этого места возникают настоящие резосферные почвы. Почвы современного типа. Резосферные почвы, которые, опять-таки, создают замечательную почву, которые создают замечательное поле для жизни этих самых высших растений. И последняя вещь, которая на этом месте получается, прежде всего, конечно, начинают закреплять берега водоемов. И вот именно с этого момента, да, именно с этого момента, вот эта возникшая высшая растительность, по-видимому, выступает таким фильтром для сносимого с суши мелкозема. На этих прирословых валах как раз все и начинает расти лучше всего. И с этого момента впервые появляются долгоживущие пресные водоемы с долгоживущей фауной. Впервые, только когда появляется высшая растительность. Поэтому в некотором смысле пресные водоемы созданы и явившиеся уже высшей растительностью. Вот такая вот картинка. Так, как мы с вами увидели, так живые существа удивительным образом меняют сам облик планетарного ландшафта.